Творческие метаморфозы. Авторские эксперименты. Без грима. Дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Ирина Лукина. Выполняю данные несколько дней тому назад обещания и предлагаю вашему вниманию продолжение встречи с известной псковской вокалисткой Екатериной Андреевой. Я не буду пересказывать наш предыдущий разговор, а потому решила, что прежде чем мы продолжим наше, сказать, общение, предложу вам его небольшую ретроспективу. Родители мне рассказывали, что когда я была совсем маленькая еще, когда мне было не успокоиться, там плакала, капризничала, они надевали мне наушники с Стиви Вандером, с Берри Уайтом, то есть с такими очень фирменными, ну, классными музыкантами, которых я обожаю по сей день. В самом детстве я никогда не думала, что я буду певицей именно. Я училась по классу фортепиано, и петь я не думала, я пела просто в хоре, и все. С Гришей Голковским мы с ним хорошо очень дружили, общались, и в один прекрасный момент он говорит, слушай, может быть, давай я приведу тебя к папе, это Аркадий Натальевич Голковский, всем известный. Давай, может быть, попробуем что-нибудь сделать. Вот этот шаг был первый, как раз, когда родители меня услышали, я их позвала на концерт, я безумно волновалась. Я работала еще с Сашей Боярковым, еще мы работали с Денисом Кугаем. И еще у нас был проект 2+, кстати говоря, вот, проект 2+, с Пашей Камляковым и с Гришей Голковским. Мы просто втроем сделали такой акустический проект, где мы собрали все песни, которые нам нравятся. На русском, на английском, неважно, какие стили, мы и джаз пели, и романсы пели, и обычную какую-то... Ассорти такое, да? Такую ассорти просто вот для души. Мы сделали это как бы для себя, и довольно долго этот проект тоже существовал. Был такой клуб у нас, он, к сожалению, закрылся. И вот там мы очень часто выступали, и в Тире тоже, да. И на самом деле такая атмосфера на этих концертах была, но она такая была очень уютная, душевная. Итак, сегодня в программе «Без грима» Екатерина Андреева. Спроси его, ты знаешь, я давно живу, уйти туда, туда, где время не вода. С собой возьми, и я возьму с собой тебя. Я мне объясни, что слишком мало декабря. Смотри в меня, сотри себя и будь во мне В последний раз твоя вода в моем огне Снега не мы, не мыслимые эти сны Они, панклей, зеленым унынием не властны Ни ваня, ни ваня, ни важно Ни боли, ни жажды Крыла дымом выдают каждый, рождая дожди Ни ваня, ни ваня, ни важно Ни боли, ни жажды Умрет и ночный раз вчера, что однажды дожди Бьют, бьют в стекло Выше или ниже я тебя не вижу Ай-а-лоу, а-а-а-а Черными землями одевили нас памяти острова Со забитыми терями много времени теряем Все, что мы узнаем, мы не расскажем И молчанье твое во мне расстает дар На дне тебя случайные теченья Ни кунь, ни вы, и не давали обещания Не разводить в Москве Ни боли, ни жажды Крылок дым умеряет каждый Рождая дожди Ни боли, ни жажды Меды наши, наши, наши Однажды дожди Люблю в стекло Люблю в стекло Кстати, Катюша, хочу тебя спросить А где тебе комфортнее выступать? В таких клубах небольших Или вот тот зал филармонии, где у тебя тоже был сольный концерт Да, полный зал Двухчасовой концерт На этом концерте я как раз и хотела собрать всех, с кем я работала И это на самом деле был потрясающий опыт Это было, конечно, очень энергозатратно, но это было очень интересно Когда собирается столько команд Когда у меня было все по отделениям разбито Скажем так, сначала мы начинали с джаза Затем мы уже с Сашей Боярковым в Sky Trust и дрифт сделали Потом я вывела на сцену своих студенток Они тоже выступили Спели по кусочку песен И затем мы завершили все таким уже поп, джаз Чем-то таким вот совместным Я была на этом концерте, аплодировала тебе Прямо ладони были красные Спасибо До коленки дрожали? Конечно Вообще, на самом деле, каждый раз Перед любым выходом на сцену Некоторая такая мобилизация организма и тревога присутствует, конечно Всегда Мне не важно, где я выхожу, абсолютно Но когда я уже вхожу на сцену, тогда все уже это уходит И я уже включаюсь в процесс полностью Вот так что это было, конечно, да Сольник, это тоже была такая проверка на прочность Да, еще какая проверка? Два часа-то Два часа, и плюс ко всему Нужно было как-то это все соединить И я обратилась к Диме Волхонову, за что тоже ему безумно благодарна Потому что вот без него, я не знаю, как это можно было собрать такое, да Совершенно разношерстное направление Очень трудно было собрать Дима записал вот как раз видео Он брал у меня интервью, такое мини-интервью Пока менялись музыканты, а это все-таки там три минуты Могло занимать четыре минуты Он говорит, я не хочу, чтобы был какой-то ведущий Пускай будет вот видео Вот, и это было тоже очень так новаторски Да, это очень хорошо вписывалось И оно, ты знаешь, оно настраивало на каждое следующее твое выступление Да, потому что многие очень удивлялись, конечно Потому что действительно, ну очень разная музыка Разная, да И вот где я себя комфортнее чувствую, наверное, комфортнее я себя чувствую в джазе и в романсах Как бы, но вот это, скажем так, альтер-эго Никуда его не уберешь Потому что я люблю пробовать очень разные на себя амплуа Разную музыку Чем больше, тем лучше Это всегда очень интересно Мне кажется, это очень способствует тому, чтобы ты как музыкант развивался Нужно что-то разное пробовать Мне кажется, это очень полезно Потому что ты часто застреваешь все равно в одном направлении А тут ты как бы вынужден подстраиваться, примерять на себя разный звук Ты должен, как сказать, адаптироваться под каждую музыку И привносить что-то свое То есть вот это очень, мне кажется, интересная такая тема Без грима А ты вообще жаворонок или сова? Когда тебе комфортнее? Какое время суток? Утро Обожаю утро Серьезно? Да Я почему-то думала, что ты скажешь, я сова, люблю вечером Нет, нет, у меня, кстати, очень интересно почему-то Я не знаю Как только я каждое утро встаю И чем раньше я встаю, тем мне комфортнее Хотя это не всегда, конечно, происходит Но утро для меня – это вот время силы, время энергии Я очень люблю это время суток А вот вечер я уже как-то почему-то вечером Мне уже не так комфортно на самом деле А, ясно Поэтому по вечерам я стараюсь себя максимально чем-то занять Чем бы то ни было вообще Чтением, не знаю Слушанием каких-то лекций интересных То есть как бы я себя пытаюсь чем-то загрузить А утром для меня это всегда Вот вообще время силы, скажем так Надо же, интересно Потому что, да, очень часто творческие люди, они все-таки совы Как правило, да В основном все творят по ночам Вот как правило, я немножко вот как-то другая Приятное исключение Кстати, ты вот сказала про то, что на сцену выводила своих студентов Все правильно? Ты же еще и преподаешь в нашем колледже искусств Да, все верно Расскажи про свою преподавательскую деятельность Расскажи про своих студентов А я только хочу маленькую ремарку сказать Смотри, опять как все не случайно Закончила пединститут И помимо музыки, помимо языка, который тоже тебе сейчас пригодился Еще и студенты Да, вот так все, да, абсолютно точно Все не случайно И, кстати, то, что я поступила в колледж Это тоже было такое довольно спонтанное решение Я еще тогда находилась в Санкт-Петербурге И мне позвонила Ирина Владимировна Голковская И сказала, Катя, давай ты приедешь Поступай к нам в колледж Закончи его и тут же оставайся преподавать И я решила, что действительно так стоит поступить За что я ей тоже очень благодарна И я очень рада, что я этим сейчас занимаюсь Мне это очень нравится Потому что ты продолжаешься в своих студентах всегда И это тоже очень развивает тебя как музыканта Как личность Вот эта преподавательская деятельность В принципе, ну я правда вкладываюсь в них по максимуму Я им отдаю все, что я знаю, все, что я могу Все самое лучшее я стараюсь все вложить в них А ты демократичный преподаватель, если так вот положа руку на сердце Или такая достаточно строгая И попробуйте только не выполните задания Ну на самом деле вот в начале своего пути я была довольно строгая Но я, наверное, и сейчас я все равно стараюсь держать какой-то стержень Потому что все равно в любом случае должен быть некоторый порядок То есть творческий процесс с творческим процессом Но дисциплину тоже сильно отменять нельзя И в начале своего пути я вообще была такая довольно строгая Потом я поняла, что, пожалуй, стоит чуть-чуть отпустить вожжи И поспокойнее ко всему относиться Потому что все люди разные И теперь я больше стараюсь им давать, скажем так, свободу И к всему чуть-чуть лояльнее стала относиться Посмотрим, что будет дальше, не знаю Но ты пока довольна результатом? Да, я очень довольна Да, я очень довольна, потому что дети у меня очень разные И есть ребята, которые пришли, скажем так, ну не очень подготовленные И смотреть на их рост с каждым годом – это такое удовольствие Это просто... И на самом деле, кстати, когда они выходят на сцену Всегда за них переживаешь жестче гораздо, чем за себя Это самая, наверное, стрессовая ситуация Потому что ты сам за себя несёшь ответственность на сцене И всё А тут ты всё время думаешь, господи, только спой Только возьми эту ноту То есть вот так вот всё это происходит Как ты относишься к конкурсам? Любишь участвовать? Любишь ли, когда твои студенты участвуют? Когда студенты... да Вот мне нравится, когда студенты участвуют И мы, кстати, вот и в прошлом году мы ездили на Дельфийские игры Это как Олимпиада, такая серьёзная И моя студентка там заняла второе место Для нас... это в Пскове у нас ещё такого не было Никогда Прекрасный результат Да, это действительно... ну для Псковской области У нас кто-то занимал, по-моему, третье место, Макс, но я уже не помню Но там съезжаются самые талантливые дети со всей России Если честно, я слушала каждого и думала, господи, да тут всем можно первое место давать Ну, второе, может быть А так все очень талантливые, очень подготовленные, очень профессиональные Такие дети уже, которые знают чётко, что им делать в каждую секунду Очень подготовленные в плане вокала, очень серьёзно Это дети, которые могут и идеально артистически подают материал Идеально выполняют всю, скажем так, техническую программу И двигаются на сцене потрясающе Ну, то есть такие уже готовые артисты, которым, в принципе, уже вообще прямая дорога А сама я в конкурсах редко участвовала И не могу сказать, что я поклонница этого всего, вот лично я Я люблю выходить на сцену и... Не соревноваться с кем-то, да? Не соревноваться ни с кем, да Я тебя понимаю Мы ездили, кстати, в Грозный на конкурс Муслима Магомаева Я сама там выступала Я поймала себя на мысли, что я выхожу, ну, не соревноваться, а просто выступить Потому что я люблю вот эту песню Я пришла показать, что умею То есть у меня нет таких амбиций соревновательных, скажем так Скажи, пожалуйста, что в этой жизни может резко поднять с тебя настроение и, наоборот, испортить? Резко поднять настроение мне может, наверное, музыка, опять же То есть вот если у меня какое-то состояние не очень, скажем так, стабильное или грустное Я включаю себе что-нибудь свое любимое из музыки Либо я включаю какой-то хороший фильм Вот, например, я обожаю Вудиалина Вот я включаю Вудиалина и смотрю, они вот такие атмосферные, добрые фильмы такие С чувством юмора потрясающим Вот я включаю и зажигаю свечки обязательно Ты тоже свечи любишь? Обожаю Я тоже очень люблю свечи Я вообще обожаю вот эту атрибутику такую уютную Я вокруг себя люблю создать такой уют, комфорт И вот таким образом я поднимаю себе настроение И либо я выхожу на улицу гулять и долго-долго быстро хожу Вот это такой для меня способ разрядки, скажем так А что может, наоборот, испортить настроение? Испортить настроение, скорее, может быть, ввести в состояние Такое немножко стресса, честно скажу Это когда я что-то не выполняю качественно по работе Вот это такая точка моя, которую, честно сказать Если я где-то ошиблась или что-то вовремя не успела Вот для меня это вообще ужас Я в этот момент максимально нахожусь в состоянии стресса Ты перфекционист? Ну, скорее, да, чем нет На самом деле у меня папа перфекционист Папа лучший и папа перфекционист Поэтому, наверное, папа лучший Он, конечно, очень строго относится к себе И требует Очень, конечно, он очень требовательный Меня родители, в принципе, воспитывали в таких Это нельзя назвать ежовых рукавицах Но они всегда хотят, чтобы я была... До сих пор это мои самые главные критики, конечно Они просматривают все мои выступления, разбирают меня по косточкам Где так, где не так Я сопротивляюсь, конечно же Ну, как бы, да В этом плане Вот мне всегда хочется Чтобы то, что я сделала продукт Мой, грубо говоря, любой Чтобы он был сделан по максимуму хорошо Мой, грубо говоря, любой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я тебя представила как Екатерину Андрееву А вообще-то Екатерина Камалова Да То есть мы все равно в быту очень-очень такие обычные, простые люди У нас нет каких-то перекосов и перегибов серьезных Поэтому нам очень комфортно И в то же время мы друг друга очень хорошо понимаем Я не совсем представляю себя не творческим человеком все-таки Потому что он тот человек, который может полностью, в полной мере оценить И с точки зрения хорошей, и с точки зрения плохой, и покритиковать где-то даже Ага, он тоже может быть критиком Ну, чуть-чуть, да, он, конечно, может быть Не так, как папа с мамой Ну, нет, нет, помягче, конечно Вот, но в то же время, да, он может полностью оценить и прочувствовать то, что я делаю Потому что если рядом находится человек, который не способен этого понять, ну, это довольно тяжело Тяжело, конечно И в то же время и я могу тоже Мы друг с другом, скажем так, в коллаборации некоторым находимся И он тоже может иногда спросить у меня, как вот нравится мне или не нравится Его работа, да, телевизионный проект какой-то Да, 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 обязательно, он всегда тоже спрашивает Поэтому мы друг друга тоже развиваем, стараемся друг другу помогать А ты с ним советуешься, вот когда надо не оценить, например, да, выступление, а вот посоветовать Вот как ты думаешь? Либо ты советуешься, там, например, с Аркадием Валентиновичем Голковским Конечно, основная работа в плане вот выбора материала музыкального Конечно, это всё с Аркадием Валентиновичем у нас происходит, естественно Но когда в некоторых ситуациях, да, конечно, конечно Я советуюсь с родителями и с мужем У меня вот мои главные советчики В итоге я, конечно, могу решить сама свою ответственность Это правильно Настоящая женщина Да, послушай и сделай по-своему Но всё равно мнение со стороны людей для меня авторитетных, которым я доверяю Оно для меня очень важное, я, конечно же, спрашиваю советы Катюш, этот год такой тяжёлый, особенно для всех Но, наверное, особенно для творческих людей Потому что нет концертов, не было Да, мы погрузились в эту самоизоляцию Как ты её проводила? Как ты пыталась найти силы, чтобы оставаться в хорошей творческой форме? На самом деле, первые, наверное, недели две У меня такая психика, скажем так, легко адаптирующаяся подо всё У меня не было какого-то там стресса, как у многих То есть я сразу начала думать Так, чем себя по максимуму занять, пока я дома? Я начала заниматься йогой, слушать кучу всяких лекций Пытаться развиваться вот во всех вообще планах У меня пошли там лекции по современному искусству Мне очень понравилось, я начала более активно читать То есть всё, на что у меня не было времени Я максимально себя занимала Но в какой-то момент я записалась в всякие марафоны То есть, в общем, у меня даже было почти расписание Я взялась сразу за студентов Я с ними начала заниматься, оставила тоже расписание И мы тут же... Онлайн, да? Онлайн, мы тут же вообще буквально там за два дня сразу Мы всё придумали, как весь процесс организовать А потом я чуть-чуть так подуспокоилась, подсдулась даже, можно так сказать Я не могу сказать, что мне было тяжело действительно Но был какой-то момент такой, когда я чуть-чуть просто, как сказать В такое состояние лёгкой фрустрации побывала чуть-чуть И спокойно оттуда вышла Вот, то есть, для меня время карантина, конечно, оно не самое приятное По сцене я скучаю очень сильно Вот вы, кстати, ещё спрашивали, да, на какой сцене комфортнее Да, да На самом деле, очень сложная сцена в БКЗ Это очень трудный зал, потому что он, в принципе, не был создан как зал именно для концертов Это был зал для партсобраний больше, да, таких? Дом политпросто бывший Вот, вот, точно И там, конечно, довольно трудно выступать Но почему-то мне там всё равно очень нравится Я вот, кстати, если возвращаться к детству Я очень хорошо помню, когда папа выступал на этой сцене Потом все шли в гримерке, там, пообщаться, обсудить концерт, попить чаю, скажем так Я выходила на эту сцену, пока никого не было, садилась на неё и сидела там Мне там так нравилось Она тебя уже тогда притягивала Да, да, она меня, конечно, манила, тянула Вот, и до сих пор она действительно всё равно как бы меня тянет Хотя я очень хорошо себя комфортно чувствую и в таких рок-клубах, грубо говоря Вот в таких каких-то нестандартных местах То есть мне нравится везде А вот смотри, когда ты выходишь на большую сцену Ты сразу зал чувствуешь, вот эту энергетику зала? Ну, скорее, да, чем нет Вообще, в принципе, зал в БКЗ его, вот конкретно, если говорить Всё равно ты на довольно таком большом расстоянии, да, зрителей И тебе нужно дать не 100%, а 250%, чтобы получить эту отдачу Конечно, зал считываешь, да, считываешь, конечно, есть такой момент Даже если ты понимаешь, что все сидят немножечко не в том настроении Ну, как угодно, да, бывает же, люди всё равно приходят на концерт отдохнуть То есть нужно выкладываться, да, нужно стараться отдавать по максимуму И тогда, когда ты получаешь вот этот фидбэк, когда ты получаешь обратно вот эту энергетику Это, конечно, вообще неописуемое состояние Я его обожаю Вот этот обмен энергии, это очень круто Такой вихрь получается Да, 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 абсолютно точно, это правда И вот когда на сольном концерте я выходила, если честно, в какой-то момент, особенно в начале Я даже не представляла, что мне говорить Я не хотела ничего говорить Я стою за сценой, мне Дима Болхун говорит Кать, ну ты сейчас выйди и скажи хоть что-нибудь Я понимаю, что я даже не понимаю, что мне говорить Я что-то сказала, я же не помню, что Всё нормально, ты сказала Ну, слава богу, я же не помню, что я говорила И в какой-то момент я почувствовала очень быстро от зрителей эту энергетику, отдачу Я что-то сказала, и мне поаплодировали И в этот момент я чуть не прослезилась на самом деле Потому что это, ну какая-то сбылась, наверное, мечта Это действительно сложный такой был концерт Но в этот момент я ощущала такое невероятное чувство какой-то вот благодарности Вот силы, то, что всё равно всё получилось Я это сделала Я это сделала, да, да, я это сделала И вот каждому всем, с кем работала тогда вообще Всех хочется обнять, поцеловать, сказать спасибо большое Катюш, о мечтах О мечтах Ой, мечта, мечта, наверное На самом деле я понимаю сейчас, что я живу в такой, наверное, довольно гармоничной для себя обстановке Я работаю там, где мне нравится, я занимаюсь тем, что мне нравится Мечты развиваться дальше Вот как бы вот нет некоторой конкретики, меня уже всё устраивает Как бы, наверное, жизнь, она сама преподнесёт какие-то возможности и случаи И мечта развиваться, мечта, наверное, записать альбом свой какой-то собственный Потому что, правда, записей-то мало Вот такие, наверное, мечты Концертов много, а записей не так много Да, концертов очень много, да Поэтому в нашей программе и звучат, собственно, и записи из концертов Концертов, да, да, да Живой звук, опять-таки Никаких обманок Да, никаких обманок Катюш, я желаю, чтобы все твои мечты сбылись Спасибо Спасибо тебе большое за эту встречу Спасибо Я повторяю, очень рада была тебя сегодня встретить здесь И поговорить с тобой, пообщаться с тобой И, знаешь, обратила внимание на то, что я начинала Екатерина Андреева А закончила Катюша Ну, конечно Вот, и дай Бог тебе оставаться такой же обаятельной Спасибо Такой же талантливой И дальше, выше, к звездам Да, будем стараться Спасибо вам огромное Это была Екатерина Андреева, она же Камалова Да В программе «Без грима» Ну, а я автор и ведущая этого проекта Ирина Лукина Желаю вам доброго вечера И обещаю впереди новые знакомства и новые встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Без грима Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok